Всегда найдутся люди, которые тебя либо оскорбят, либо выскажут мнение, которое будет неприятное. Ну, например, если кому-то не нравится то, что я делаю, то им это не нравится. И я их позицию принимаю, понимаю, и я не 100-долларовая купюра, что всем нравится, поэтому... Поэтому я делаю это в удовольствии, у меня большой отклик от девочек, у меня же подписчиц... В подписчиках одни девочки, поэтому я всегда с радостью читаю мнение, читаю директ, комментарии, переписываюсь иногда по возможности. Сколько раз в неделю занимаюсь с польтом? Ноль. Как по вашему мнению, лучше быть красивой или умной? Я не могу ответить на этот вопрос. Лучше и то, и другое. Спасибо, что вы искренне. Спасибо. У тебя есть зарядка. С мужем не ругаются вообще. Наши ссоры... У нас нет ссор, у нас есть какие-то такие небольшие недопонимания, но мы их очень быстро решаем. Вообще, мы можем пообижаться над друг другом и успокоиться. Я не ревнивая, потому что не дают повод. Если давали бы повод, наверное, была бы ревнивая. Но в целом, если бы мне давали повод, я просто бы не была с этим человеком. Потому что зачем? В юности, когда со всеми мелкими, там, первая любовь, наверное, это прикольно. Там, ревности, там, обидки, сообщения, я тебя люблю, я без тебя жить не могу, вены перережу. Всё это классно. Но когда у тебя осознанный возраст, когда ты стремишься к семье, к совместному будущему, таких историй, как ревность, быть в целом-то не должно. Потому что если вам сеет вот это зерно, когда вы понимаете, что человек может пойти... Когда сеют это зерно, то, наверное, просто эти отношения заведомо обречены на провал. И на того не стоит тратить свои нервы, переживания лишние. Углочились, тем больно ли? Да, делала вот эту нижнюю треть. Нет, терпимо. Нет, сорта тоже тренишь, как... И что, типа, безумно любила, я вышла замуж. Не подняла ваши вопросы, в чём я трындю. Расскажи смешной случай жизни. Почему мне должен звонить муж, если он в спальне? Смешной случай жизни... Блин. Короче, я очень долго не умела кататься на велике. И у нас была такая в городе там горка. Соответственно, я очень плохо ездила на велике. И мы с подружкой поехали кататься на велосипеде. Там была такая горка, как бы достаточно с высоким подъёмом. И там была насыпана жужелка. Я не знаю, как это сказать на вашем языке. Типа, как щебёнка такая чёрная. Насыпь чёрная. Не знаю, как у вас это правильно называется. Я знаю, что слово жужелка никто не знает. Вот. И моя подруга заехала на эту горку, зная, что я езжу за великом очень плохо. Она остановилась на горке. И я пытаюсь заехать. Понимаю, что для меня это пипец как сложно. Я кручу эти педали. Понимаю, что я уже просто не вывожу. Я не успеваю доехать до верху. И начинаю съезжать на этом велике. Начинаю съезжать. Соответственно, падаю. У меня зарываются ноги в эту насыпь, в эту жужелку. Чёрным сверху на меня падает этот велик. И моя подруга просто на горе видит вот так сначала мою голову. И потом потихоньку моя голова уходит вниз. Она понимает, что дело пахнет жареным. Подходит к краю этой горки и начинает просто угорать. А меня засыпало, закопало, блин, в эту жужелку. Закинуло сверху великом. И это было очень смешно. Она вот там пришла, мне помогла встать. Там я нашла какой-то то ли колодец, то ли течка. Не помню, что там было. Начала вымываться, потому что она вся чёрная. Короче, это было забавно. Клинец у нас называется. Интересное слово. Какими средствами для волос пользуешься? Именно уход. Никакий? Ну, как вас зовут? Марина, вы фантазируйте. Да-да, лучше быть красивой, всё норм. С Ирой уже не так общаетесь? Ну, блин. Раньше, конечно, мы жили вместе, мы больше общались. Это естественно. Кремом пользуюсь в Лореале Ленс Перфект. Как распределить бюджет 50 на 50 или? В каком смысле между мужчиной и женщиной, если вы вместе, если вы пара? Хочешь на работу устроиться? Если я устроюсь на работу, то мне придётся забросить ту работу, которая у меня есть сейчас. Меня зовут Таня. Спасибо. Жужжила, ця. Жужжила, ця. Красивая ногти. Спасибо. Муж ревнивый? Нет. Я ему не даю поводов для ревности, что значит почти честный. Покажите мне книг самый яркий. Я хочу уставать. По образованию вообще я мастер монитора. Я не сплю. Я проснулась сегодня в 10 утра. Вчера в 8, позавчера в 9. Ложусь спать ночью. Где я сплю? С мужем мы распределяем бюджет просто. Всё, что у него есть, общее. Всё, что у меня есть, общее. Всё наше. Мы живём вместе, мы одна семья. Любимое блюдо? У меня таких нет. Я просто люблю кушать всё. Люблю мясо, люблю рейбл. Наверное, больше мяса, но... Рыбу тоже очень люблю, она мне нравится. Я не знаю, кто как, с кем общается. Задайте этот вопрос Ире. Я нормально со всеми общаюсь. У меня всё хорошо. Мне 23, но я замужем. Сульфоцит натрия нужно укладывать капли. Нужно сходить в аптеку, купить капли. У меня кроме алкометила ничего нет, но алкометила это не та история, которая помогает. Оно просто на время снимает покраснение, но не лечит. У меня не тот возраст, чтобы сказать, кто твоя лучшая подружка. Это было в более юном возрасте. Но есть близкие мне люди, близкие мне друзья. Все любят моба, но он бежит от этого, потому что ему прям сосуществует. Я не успела прочитать. Блин, как пережить расставание? Ребят, советуйте все. Любим оба безумно, но он бежит от этого, потому что ему присели все на уши, что я ему опять сделаю больно, но мы встречаемся. Что значит опять больно? Какое мы сделали больно? Он еще с таких упадет. Как бы вы деток называли? Думали с мужем? Нет? Придет время, подумай. Вот картина, которая с мужем, где мы изображены. Филипп Мэджик. На майские праздники? Да какие тут планы могут быть? Тут не знаю, что завтра будет. Я вообще не тот человек, который могу распланировать все наперед. Поэтому никогда не люблю записываться на какие-то процедуры, которые будут через месяц. Для меня это все очень сложно. Мужу моему 30 лет, мы с Эри общаемся, больно выгоняла его. Зачем вы его выгоняли? Вы просто составьте как-то, в чем проблема в вашей семье, как вам помочь, в смысле, как пережить расставание, если бы друг друга любили, и зачем бы его выгоняли? Понимаете, что очень сложно дать какой-то совет, либо дать какую-то помощь, когда в целом какая-то каша. Алена, привет. Мой вес 57, наверное, килограмм. Капец, ты красивая, спасибо. Ты такая добрая, красивая, спасибо большое. Ювидарм ультра-3 в губах. Мне нижняя губа, кажется, очень большая, хочу ее сделать меньше. Белоруссии тоже привет. В тиктоке нет, не делала ни разу. Метр семьдесят. Делать губы не так больно, как убирать. Спасибо, с тиктоком смотришь. Ну, на ютубе, когда какие-то серии выходят, на фоне, да, слушаю. Тату нет, не так давно. Интимно, первом свидании, твое мнение. Слушайте, никого не осуждаю, не презираю, не могу сказать, что это плохо, либо это хорошо. Мне кажется, в момент искренней страсти какой-то, если есть какая-то симпатия у людей, то как-то глупо за это осуждаться. Если же мы заговорим про эскорт либо про проституцию, то тут как бы все и так понятно, что мозгов не хватило, больше нигде работать, кроме как торговать своим телом, а в плане жизни каждый делает то, что он хочет, он имеет на это полное право. И в нашем мире очень часто путают, если у девушки, женщины есть интим, и у нее там нет постоянного партнера, не в плане, что она их меняет как перчатки, а просто нет какого-то, да, постоянного партнера, и у нее не складываются отношения, то сразу она шлюха. Но шлюха — это абсолютно разное определение, когда человек это делает ради денег, и человек, который не может найти свою вторую половинку, когда они в чем-то не сходятся, и то, что вообще у людей есть инстинкт этого дела, это абсолютно нормальная история. Я бы лично, если спросить меня, да, про секс на первом свидании, то нет. Самые ценные без лицемерия. Это я в целом-то никогда не лицемерию. Какие качества хорошие, да? Пропустила Таня. Качества самые ценные. Слушайте, одновременно мне кажется, что самое мое ценное качество — это доброта, но я иногда себя за это даже корю. Мне хотелось бы быть более... не то чтобы более грубой, либо злой, но моя доброта меня же губит. А когда ты что-то делаешь в ущерб себе, это как бы не очень классно. И второе мое качество — целеустремленность. Я на самом деле достаточно целеустремленная, я самостоятельная. Покажи квартиру. Это старая квартира, вы ее уже все видели. Ты прямой человек? Нет? Вот, опять-таки, я не прямой человек, только потому что я очень добрая. Я боюсь сказать правду, потому что боюсь задеть человека, поранить, ранить его, сделать ему больно. Почему у вас часто нет настроения? Не могу ответить на этот вопрос. Но я не могу сказать, что за последнее время у меня не часто. У меня вообще были прям какие-то реальные проблемы с характером и восприятием этого мира, но я с ними поработала и это прошло. Бывает, да. Я просто быстро выхожу из себя, меня выбешивает то внешность моя, то волосы не так лежат, то волосы электризрительные. Меня вот это может выводить в себя и я могу из-за этого нервничать, расстраиваться. Спасибо большое. Постараюсь сделать побольше темы кофиру. Губки решила убрать. Я не убрать, решила, я хочу переделать, сделать нижний чуть-чуть поменьше. Приятно на тебя смотреть. Большое спасибо. Какой чай ты любишь? С чабрецом. Не видимся, потому что не получается. Не хочешь обратно в лендусе? Хочу. Как пытаешься, фигура? Я ем просто редко, а так кушаю все. Я ем один-два раза максимум в день. По знаку зодиака весы. Что меня мотивирует? Я визуалка, меня мотивирует все красивое. Как красивые люди, так красивая природа, красивая музыка, все красивое. Откуда столько фальмомольятных людей в эфире? Непонятно. Все нормально с ад. Это что значит? Почему ты никогда не покажешь косметику для макияжа в прямых эфирах? Потому что зачастую, когда я сюда выхожу, я хочу расслабиться, я хочу просто поболтать. Просто мне хочется общения. И все. А не показывать, что-то рассказывать. Ты очень красивая, приятная, смотреть за пропустила за твоим аккаунтом. Удачи тебе. Спасибо огромное. Цвет волос я свой не знаю. То есть давление высокое. Вы сейчас о чем? Что значит артериальное давление? Это почему? В Туркменистане не было. Нет, я с мужем познакомилась на работе. Когда пришла к нему устраиваться на работу, секс-сам, добрее. Как думаешь, Ира выберет те красные для работы? Я не думаю над этим, ребят. У меня жизнь не строится на друзьях, на размышлениях, кто меня возьмет кровь, а кто нет. по нации украинка. сохраняйте эфир. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Да я не знаю, как-то все подруги, блин, все заняты, все в своей жизни, как и у меня, собственно говоря, поэтому у каждого своя вторая половинка, с которой больше всего проводишь времени, это нормально, мне кажется. От высокого давления сосуды будут захлопаться? Нет, у меня от испарения клея глаза красные. Как решил делать ребеночка, я вам скажу. Хоть бы я пела, чего болтать. Давайте, пишите песню, сейчас спою. Как относишься к личным границам? Хорошо? Абсолютно хорошо отношусь. Почему нет? У каждого человека должно быть свое личное пространство. Правильно говорить в Украине. Правильно со своим нужно быть, а мы с подругой. Да нужно быть и там, и там, но с мужем логично, что ты больше всего времени будешь, потому что вы живете вместе, это муж. Как вас не кумарит. Я привыкла, у меня много вопросов, которые повторяются по триллиардному кругу, поэтому... Обращение к кольцу отношу. Просто сейчас не надела, забыла. Сейчас сделала мокрый эффект. Ресницы. Привет, Маришурь. Приходи на чай. Ты работаешь? Работаю. Свободное время, чем занимаюсь? Смотрю на ютубе всякие интервью, ролики. Хотя раньше я вообще телевизор не смотрела, и в ютуб не смотрела, я ничего не смотрела. Перманентный макияж? Нет, не хотела сделать банан. Ты в лицо колешь? Что? Да? Спотом занимаешься? Сейчас нет. Кем работаешь? Я веду инстаграм, веду свой блог. Стараюсь его развивать, придумываю что-то новое. Снимаю ролики с макияжем. Снимаю ролики с одеждой. Снимаю много различных роликов. Монтирую, публикую их. Мне... Не задавайте, пожалуйста, вопрос про моё прошлое. У меня есть настоящие. Надо быть немножко тактичнее. Это некрасиво, невоспитано. Ты такая добрая, но время — это попросту. Не надо. Я не хочу быть злой. Но я не хочу быть чересчур добрая. Я понимаю, что иногда нужно показывать свои зубы. Ну, я, конечно, их показываю. Если меня довести, то пострадать может, мне кажется, весь мир. Столько, пенок. Ты не всё, ещё час. Час или ещё больше. Давай, Маришуль. Как раз вот вечерок, чайочек попьём, поболтаем. Не шей режим, я относительно рано уже спать. Но это не значит, не в 12, поэтому беги. Надоело котенок разговаривать, да? Горло болит. Попей что-нибудь. У меня тоже состояние, как будто я заболела. Глазки красные и такое вот состояние странное. Они не грустные, глазки, они просто красные из-за испарения клея. Кушать не? Кушать не? Ты кушать уже лучше. Пойдёте. Поздоровайся. Чем не здороваешься? Как так? Некрасиво не здороваться. А что, ты прям окей? Да. Добрый вечер всем. Добрый вечер. А что это значит? Нет, она говорит, вы часто с мужем созваниваетесь? Я иногда из комнаты в комнату часто созваниваюсь. Сколько она с тобой звонков друг друга? Наверное, ноль. Что сегодня на ужин? Непонятно. Неизвестно вообще. Таня, под влажным одеялом в новом спарте. Почему влажное одеяло? Добрый вечер, Серёжа. Тебе пожелать доброго вечера. Спасибо большое. Сделай ему чай. Тебе сделай чай, Катюшка. Нет, безумно. Сказал спасибо, малыш, не хочет. Вы такие милые, рады за вас. Спасибо большое. Такая красотка. Спасибо. Вы сможете много красавцев. Спасибо. Яичница. Фу. Ну дайте по любому другу так. Нет? Не поверите, но нет. Знаете, на карантине говорили, что все друг к другу будут много разводов, что все пары будут ругаться, но мы и до этого с мужем всегда были вместе. И по сей день мы 24 на 7 всегда дома вместе. Вообще не напрягает. Наверное, мы слишком просто подходим друг к другу. Как бы это странно не звучало, но я понимаю, что действительно это сложно с человеком находиться вот прям постоянно. Особенно, когда есть какие-то стеснения, есть какое-то неудобство, какой-то дискомфорт. Но у нас его хотите верьте, хотите нет, нету. Это вообще прям спокойно. Может, пускать отдыхать? Да. Я в целом-то его не спрашиваю. Я знаю, что он не всегда отпустит. Я просто говорю, котенок еду, еду завтра туда-то, туда-то. Если я еду без него. И все. А на что вы живете? Я на инстаграме. Мой муж предприниматель. Вы офигенские. Спасибо. Смотрите телефоны друг друга. В плане проверять что-то нет. Но у меня есть доступ к Сережному телефону. У Сережи есть доступ к моему телефону. Сережа на телефоне открыт мой инстаграм. Он мне во многом помогает в работе. То есть это не сделано с целью проверки, а просто потому, что вот так. Муж предприниматель. У него клубы виртуальной реальности по всей Украине. Приветик. Отлично выглядишь. Такая какая-то замученная. Мне вообще не нравится, как я сейчас выгляжу. Вы понимаете, что у меня еще жарко становится. Вы официально женаты? 13 февраля прошлого года. У нас была роспись. Не делаешь цветные яркие макия. Как это не делаю? Вы мою ленту видели? Мне нет, кому моего мужа ревновать. Он мне не дает повода. Мужа, привет. Я не болею. Я просто выгляжу, как больная. Спасибо большое. Всегда красиво. Спасибо. Как не стесняться своего тела. Смотря почему вы его стесняетесь. Очень красиво. Спасибо. Сколько хотите деток? Двое. Зеленые стены. Ну, они не давят. Ну, поднадоели просто. Господи, почему ты такая красивая? Господи, почему вы такие милые? Почему столько комплиментов? Спасибо. Как вы познакомились с Сережей? Я пришла устраиваться к нему на работу. Сначала он меня пригласил поиграть в клуб виртуальной реальности. Там я решила спросить, мне нужны ли им сотрудники. Он сказал, нужны. И я осталась там работать администратором. Книги не могу посоветовать, потому что не могу их читать. Сложно мне дается. Я родом из Украины, Донецкая область. Потому что ты красотка. Посею. В каком приложении монтируете видео? Иншот. На вопрос мой ни разу не ответила. Простите, пожалуйста, я думаю, вы не одна. На чьи вопросы я не ответила, я просто не успеваю. Любимый фильм? Я не помню название фильмов. Это, к слову, о том, что я книги не читаю, потому что я забываю все за секунду. Единственное, что я запоминаю, даже не знаю, каким образом, это слова всех песен. Мне кажется, я знаю все песни наизусть. Все песни мира. А вот с книгами и фильмами, причем мне нравится очень много фильмов. Я это смотрю очень внимательно, но я ничего не помню. Сколько что от квартиры? Купить? Вы снимаете квартиру? Да. Передаю привет Ангелине. Спасибо огромное. Умоляю. Что умолять? Вас приглашали сниматься в кино? К сожалению, нет. Хотя я была снимать. Я знаю, насколько это сложно, но я бы попробовала. Когда я с Сергеем познакомилась? Когда я в браке была? Когда я в браке была? Да, когда в браке была? Нет, я не в браке была. Мы познакомились, когда я просто была в отношениях. Сережа была в браке. Девушка-то откуда? Сейчас из Москвы. Может, в Украине, да? Сколько ты зарабатываешь? Это не корректный вопрос. Не стану на него отвечать. У меня точно такая же фигня с книгами и фильмами. Я не понимаю. Причем у меня очень хорошая память. Я в детстве запоминала все стихи за пять минут. Я очень классно запоминаю песни, но фильмы и книги читать – это все. Тупик. За Н. Может, я не ошибся какие-то вопросы? Не обращайте внимания, как и я. Сколько стоит снять квартиру в Красногорске? Да все относительно. Как и в Москве, как и в другом любом месте, можно найти квартиру и за двадцать тысяч в месяц, а можно найти и за двести тысяч в месяц. Смотря от чего вы отталкиваетесь от квадратуры, от ремонта. Такой рост у тебя. Метр семьдесят. Как училась, любила школу. До пятого класса училась на отлично. Потом чуть-чуть что-то пошло не так. Подростковый период. И чуть-чуть скатилась вниз. Но не двоечница. И все. Уже хорошо? Если он соглашается, если он соглашается… … если отказывается и плюнет все в киеве телефон, то не не дышите. Готов? Ммм… Давай начнем. Проверь, при пригрузении… Елся после знакомства с тобой. Что? Ключевое слово. Мы смотрелись. Когда будет видео с макияжем самым ярким? А самый яркий это какой? Чтобы я понимала и сделала такой макияж. 57. Сергей женат был развелся после знакомства с тобой. Нет, он развелся, когда я была на Доми-2. У вас с мужем бюджет общий? Да. Нет, Москва не нравится из-за климата и пробок. В какой стране жить хочу еще не решила. Таня, почему ты в Москве квартиру не хочешь купить? Ну потому что Таня, хлеб. Да все, пачивую так просто купить. Увидели цены в Москве на квартиру. Я понимаю, что вы воспринимаете, что я там миллионерша, но это не так. Я думаю, вы себе позволите купить квартиру. А мне 23. Ты что-то не смотрел сериал «Моя мама»? Нет. Кроме губ сформулировала вопрос круто. Подбородок и нижний метрик лица. Все. Ты не что, с Украины? Да. С яркими тенями сделаешь макияж? Сделаю. У меня есть в ленте, полистайте там с яркими тенями макияж. Как дела? Хорошо. Она все сделала. Не только губы. Господи. Что я сделала все, не только губы? Вот скажите, что я сделала, что не только губы? У меня грудь своя. Я ее уменьшила. Но это не считается, что я ее сделала, потому что у меня как была своя грудь, так и осталась. Я ее уменьшила. Я себе пришила уши. Да. Но этого не видно вот так, чтобы сказать, что я себе что-то сделала. Я их пришила на месте. На место у меня был комплекс торчащих ушей. И нахрен мне это не надо было. Я себе колола губы и сделала нижнюю треть лица. Немного мне подкалывали. Оно уже давно-давно рассосалось. И снова делать я не хочу. Так что я себе сделала все. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, я выгляжу чересчур идеальной для вас, раз вы считаете, что я все сделала, но тем не менее. Если бы у Сердегея были дети. Вот ты встречалась с ним? Так, и что тут меня хотите вывести на какую-то чистую воду или что? Скулы, да, свои? Я не могу ответить на этот вопрос. Я могу вам сказать в целом, что я не из тех людей, которые говорят, что если мужчина замужем, то это табу, либо женщина замужем – это табу. Почему? Потому что если женщина, либо мужчина, состоящий в отношениях, смотрит на другого человека, интересуется другим человеком, то, значит, он не любит того, с кем он находится в данный момент. Если человек не любит свою вторую половинку потенциальную, с кем они находятся сейчас в отношениях, то это заведомо гиблые отношения, которые доставляют боль и одному, и второму человеку. И рано или поздно будете это вы, будете это не вы, эта семья, она разрушится, потому что там нет любви. А если она и не разрушится, они проживут всю жизнь вместе до конца своих дней только потому, что у них есть дети, то они полные дурочки, потому что жизнь дается одна, и каждый человек, который появляется на этом белом свете, достоин счастья, достоин быть счастливым и иметь на это полное право. Вот и всё. Это моё мнение. Я не могу вам ответить на все ваши вопросы. Я не осуждаю вас за то, что вас это интересует, за то, что вы можете это спросить, но в данный момент я нахожусь замужем, у меня прекрасная семья. И отвечать на подобного рода вопросы некорректно, как в сторону моих бывших отношений, так и в сторону моих нынешних отношений. Это неправильно. И это не значит, что если я блогер, я должна всем обо всём на свете рассказать. Я уже не на телепроекте. Я не обязана рассказывать, отчитываться за каждый свой шаг, за каждое своё действие. Я хочу сказать, что в жизни бывают разные ситуации. Если, конечно, у вас есть желание меня судить за то, что я когда-то что-то сделала не так, ради бога. Но очень глупо судить по тому, что вы знаете. А знаете вы немного. Тетяна, у нас есть своя классная девушка. Спасибо огромное. Согласно, например, мужчина в любом случае не уведёт от любимой жены или девушки. Если он ушёл, значит нет никакой любви, ну или он просто баран. Ну, нет никакой любви. И, к сожалению, даже в этом винить человека за то, что прошла любовь, нельзя. Это идёт изнутри. Это же не идёт как какое-то чувство, которое включается по щелчку пальцев. Что ты захотел, включил и такой, всё, люблю этого человека. И как бы любишь его всю жизнь. Это вот внутри где-то, это от души, от сердца чувства, которым нельзя управлять. И если оно проходит, это ненормально судить человека и сказать, ну ты козёл. С чем я соглашусь? Это с тем, что если такая ситуация происходит, если человек, неважно, мужчина, женщина понимает, что любовь прошла, то можно, нужно, как... Можно скорее расстаться с человеком, порвать нынешние отношения, не тянуть и не тратить время друг друга. Потому что время — это самое дорогое, что у нас есть. Было там полтора года. Ты такая грамотная и всегда адекватно рассуждаете и очень бодро. Ну, как вы заметили, в сторис я вообще практически не рассуждаю. Спасибо большое. Я в основном в прямом эфире, я люблю поговорить, люблю поболтать. У тебя и не были прикрытия, ты уже со мной не сделаешь. Глаз поменала. Хорошо. Пусть будет по вашему. Стену Массебес еще под вас не подписан. Вы классная девушка на 2-2 не хотите? Нет, не хочу. Какой эффект ресницы для нас? Не знаю, там, наверное, 12-13. Эффект мокрый. Они были правдивыми. Они были правдивыми. Правдивыми. Но что касается истории между нами, там было много нюансов и подводных камней. Вот у вас терпение на одни и те же вопросы. Кто-то считает, это очень легко. Но я на самом деле привыкла. Как тебе сделали предложение? У меня было день рождения, 12 октября. Мы были на Новом Арбате в ресторане. И меня Ира увела в туалет. Говорит, пойдем со мной. И я пошла с ней в туалет, возвращаюсь. Ну, это не ресторан, это клуб. Я возвращаюсь. В клубе все украшено шарами, пока я была в туалете. Шарами, свечами. То есть весь клуб, вы представляете? Вот все украшено. Я не понимаю, мы в туалете не так долго были. Я думаю, что мы стоим в туалете разговариваем. Думаю, что там нельзя за столом поговорить. И мы заходим в туалет, пока болтаем. Там столько всего сделали. На сцене стоит Сережа с микрофоном, с букетом роз. Я не понимаю, что происходит. Почему все в шарах, в свечах. И там не сделали предложение. Снимали, это было в историях. Это было во всех пабликах. Сколько же вы были в туалете? Да я вам говорю, не так много. Я не знаю, там, наверное, целая команда арта забежала. Все это быстро поставили. Макияж супер искренний. Спасибо большое. Квартиру эту снимаем за 49. По национальности я украинка. С Ирой общаюсь. Эфир с историей любви. Нет, у меня не получилось. А ваши родители любят или терпят друг друга? Как вы думаете, я стану отвечать на этот вопрос в прямом эфире? Даже если бы мои родители не любили друг друга. Абсолютно некорректно и не нормально так спрашивать. Че же свой стучат лиц этого? Не понимаю. Покажи маникюр. Танюш Толмочка, Юр, ты привет. Спасибо. Наверное, все в день сидели в туалете. Минут. Кто вам сказал, что Юра со мной не общается? С Машей Пикадилией, что жаловесь? У нас там смена. Приняно тебе нормально. Нормально. Мы познакомились еще до замужества. До нашей свадьбы. Просписи. Как это правильно сказать? У нее кольцо. На тумбочке в спальне лежит. Приветик. Мой любимый в комнате работает. Хочу поставить либо брекет, либо лайнеры еще не решили. Тискового города, ответ на конец. Сама я из Украины, Донецкой области, город Димитров. Сейчас я живу в Москве. Всем привет. Я не знаю, кто будет крестного у Иры. Тон волос не знаю. 4, 14, 5, 14. Две краски смешиваю. Брекеты быстрее результата. Да, я знаю, но и лайнеры, мне кажется, как-то поудобнее. Кто ей любует девочка, мальчик. В твоем родном городе сейчас нормальная обстановка? Относительно, там никогда не была нормальная обстановка. Мой брат? Как где? С родителями в Украине. Сколько встречались с Сергеем, много предложения. Два с половиной месяца, по-моему. Три мертвых. Еще не исправила форму. Класс, я тоже с Димитровой Мироноградой. Супер. Как там дела? Не могу сказать, где я делала уши, не хочу. Ребята, знаете, что поняла, что устала говорить. Просто читая сообщения, понимаю, что у меня уже нет сил отвечать на ваши вопросы. Не подумайте, просто я очень сложно разговаривать с телефоном, читая просто сообщения. Поэтому, с вашего позволения, я пойду решать, что мы будем ужинать. Поэтому, я с вами прощаюсь. Ой, блин. Желаю вам хорошего вечера, доброй ночи. Не знаю, кто чем планирует заниматься. Обнимаю всех, целую. Спасибо большое за прямой эфир, за ваши вопросы, за ваши комплименты.